1 сентября студенты Чувашского государственного университета справят новоселье в капитально отремонтированном общежитии. Какие условия создали для проживания молодых людей, сегодня проверил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. После капитального ремонта комнаты не узнать, говорят студенты. В жилом корпусе заменили двери, оконные блоки и мебель. Многим удалось оценить качество проведенных работ уже до начала учебного года. Сейчас просто условия стали гораздо лучше. Там пластиковые окна появились, новые кровати. Там ты не смотришь, там, ой, матрас исписан, все новое, как бы. Мне очень нравится, санузлы стали лучше. Студент, он не только учится, и он и активной жизнью занимается, активными видами спорта занимается. Задача вуза нашего университета обеспечивать как раз теми благами, которыми должен обладать наш студент. И это он смог заниматься и спортом, заниматься и культурой, культурные мероприятия проводить. На ремонт общежития номер 7 из бюджета было выделено более 30 миллионов рублей. Большую часть суммы направили на модернизацию коммуникаций. С современным требованиям они не отвечали. Заменили канализационную систему, электропроводку и светильники. Вместо обычных ламп установили энергосберегающие. Ректор отмечает, что удалось сэкономить на закупке мебели. Новые кровати, тумбочки и даже шкафы изготовили в мастерской университета. В своем столярном цехе изготавливали мебель сами. И нам обходится шкаф 3000, тумбочка рублей 600-700. Это, конечно, ремонт, скажем, может быть не евро. Здесь пол, обои поменяли, покрасили. Осматривая комнаты после капитального ремонта, глава региона вспомнил и о своем студенческом быте. Раньше о таких условиях не приходилось и мечтать, заметил Михаил Игнатьев. Мы жили в разных условиях и все мы видели. А здесь условия очень хорошие. Все те предложения, все те просьбы, которые есть от Чувашской республики, от Чувашского государственного университета, они всегда находят отклик. И я уверен в том, что десятки, сотни миллионов рублей мы привлечем с федерального бюджета, для того, чтобы капитально отремонтировать и другие общежития, чтобы наши студенты жили в комфортных условиях. Сейчас в общежитии продолжается ремонт левого крыла. Работы планируют завершить в начале октября. Дальше будет работа продолжена и в реконструкции, к реконструкции будет подвержено третье общежитие университета, которое 60-е годы в постройке. Давно напрашивается капитальный ремонт. Вот сегодня мы активно работаем с медобранаукой России. Для студентов создают и условия для учебы. Сейчас привлекаем федеральные средства, 100 миллионов рублей. Создается инженерный центр прекрасный. До этого участвовали в конкурсе и привлекли средства для создания центра инновационного творчества молодежи. Мы комплексно рассматриваем, чтобы жили в комфортных условиях, получили хорошие знания, проходили производственную практику, студенты имели соответствующие навыки, а потом могли трудоустроиться без большой суеты и могли зарабатывать для себя на жизнь. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика.